Моей мамы в 3-4 года картавила, и бабушка, прабабушка, сказала, я тебе отведу в кузницу, и тебе выкают язык. Да. Мама потом долго не говорила вообще, а потом заговорила не картавля. Это способ воспитания. Отдам дяденьке милиционеру, ты никому не будешь нужен, и так далее. Нас воспитывали страхом перед будущим. И это не наша вина. Такова технология воспитания невротиков, коими мы все являемся по результатам воспитания. Но мы еще можем быть психопатами тяжелыми, но это уже высший пилотаж. А так из нас воспитывают людей, которые боятся того, чего нет. Это и есть невротики. И мы все боимся того, чего нет. Нам рассказывают, что мы не с тем человеком сошлись, что вот здесь вот наплачешься, будут это вот тебе отольются, кошки и мышкины слезки, и так далее. Мы живем... Вся эта культура, рассказывающая нам про ужасы будущего. И эта же культура, для того, чтобы нас не парализовало, от дяденьки милиционера, кузнеца, значит, нищего существования дворником, это был основной мой страх, потому что я помню, что где-то на камне выгнали из школы за мою пионерскую деятельность. Я шел по улице, я смотрел на дворников и думал, ну, в целом тоже работа. Вот чтобы нас не парализовало вот от всего этого, культура придумывает нам легенды о счастье. Все сказки, я замечу эпохи просвещения, потому что до эпохи просвещения все сказки, честно, заканчиваются полным трэшем, убийством главных героев, красная шапочка не выживает, эти охотники сгинувают там же, где и красная шапочка. В общем, короче говоря, фольклор народный никогда не производил счастливых концов. Счастливого конца нету нигде.